Привет, друзья! Я очень рада, что вы посетили канал Крисан. За кадром с вами Кристина. В сегодняшнем ролике я подготовила для вас видео о своем ежедневнике, как я заполняю его и покажу вам то, что не показывала в прошлом видео, в февральском. Кстати, если вы его не смотрели, ссылка будет обязательно по данным роликам. Там я показывала свои некоторые листы, как я оформляю те или иные развороты. Сегодня у нас будет не только оформление марта, но я вам покажу еще заднюю часть своего блокнота, которую не показывала в прошлом видео. Так что давайте начнем. И давайте сразу снова введение. Во-первых, афиша кино у меня, конечно же, изменилась. У меня не всегда здесь будет на 50 оттенков темней. На данный момент здесь у меня фильм «Логан». Но я на него сходила, потому что сегодня у нас уже далеко не 2 марта. Я сходила на данный фильм 2 марта. И сюда бы уже здорово бы поставить «Зверополис», потому что я через пару дней на него пойду и как бы вроде я его жду. Но вот пусть будет «Логан». Мне хочется, чтобы у меня «Логан» был здесь подольше, потому что фильм настолько крутой, что вот просто пусть «Логан» будет здесь. Дальше я оформила вот этот разворот. Здесь у меня было просто поле для информации. И я сделала вот такую вот надпись «Добро пожаловать в мой мир». Если кто-то знает из какого фильма данная цитата, то пишите под видео. Вот так вот выглядел мой январь. Не очень броско, потому что я только планировала, приноровилась немножко. И дальше у меня вот так вот выглядит мой февраль. Сейчас мы с вами будем оформлять мой март. Я его уже начала заполнять. Что изменилось? Я сделала себе календарь Dream Body Club. Если вы подписаны на меня в Instagram, а если не подписаны, исправляете эту ошибку, то вы видели у меня в сторис, я рассказывала вам про систему «Любовь плюс фитнес», про программу, в которой я участвую, а не систему. Суть этой программы я расскажу вам чуть позже, наверное, в моем марте. А пока одним из заданий было завести календарик и отмечать дни, которые вы прошли. Я скажу честно, примерно в интервале до 16 дня сорвалась где-то и решила, что я начну все сначала. И вчера вот у меня был первый день, сегодня у меня будет второй, но я еще не открывала письмо, которое на почту от второго дня. На почту мне приходят каждый день письма, но так как я сорвалась, я буду заново открывать эти письма, читать и выполнять задания. Вот так вот я оформила свой Dream Body Club календарь. И давайте посмотрим, что у меня дальше. Записываю полезные привычки, которые черпаю из разных книг, из разных роликов. Например, мне очень нравится канал Шпильки, на котором часто есть такая рубрика полезные привычки. И оттуда я записываю себе порой какие-либо привычки. Дальше я завела вот такой вот типа конспект. Это по программе Любовь плюс фитнес. Я обязательно подпишу, просто забыла. И одним из заданий было написать мои слабости. Я их уже начала писать, но пока вот еще не закончила. Но я думаю, что у меня полный лист будет моих слабостей, если честно. Думала, что хватит мне листа, но как бы не так, я даже не до конца еще записала себе. Ну, потому что все запомнить невозможно. И вставила вот такой листочек сюда. Дальше у меня здесь свои личные записи какие-то. И вот переходим к марту. Перед тем, как мы его заполним, хочу рассказать, что я сменила немного систему. Разлиновала полностью. В феврале я линовала не полностью, оставляя место для каких-то важных записей и для календарика. Сейчас же я решила, что разлиную полностью всю страницу. И сделала развороты на неделю. Вот это развороты с минимальным оформлением. Просто минимальным. На прошлую неделю, которая прошла. Вот это грядущая неделя. И также есть у меня здесь еще несколько недель. Не пронумеровано. Вот эти дни будут свободными, потому что они уйдут на апрель. И я завела трекер привычек. Очень полезная вещь. Перед тем, как мы будем оформлять март, хочу вам быстро показать. Задний форзац у меня тоже в цветочек. Такой же, как и первый. Здесь у меня есть важные заметки, которые я позже раскидаю по всему ежедневнику. И закреплены они у меня обычным черным зажимом. У меня, кстати, есть разные зажимы и скрепочки. Хранятся они у меня вот в таком вот ките. Синеньком голубом ките. Здесь у меня есть не только разные зажимы, а также фигурные скрепки, которые, кстати, я покупала в магазине FixPrice. И есть также фигурные зажимы в виде птичек. Тоже из магазина FixPrice. И он тоже из магазина FixPrice. Вот эта бумага тоже из магазина FixPrice. Это оберточная бумага. С прошлого ежедневника ко мне перекочевало в данный ежедневник два таких разворота. Это пароли. Здесь у меня указаны все сайты, все мои аккаунты в социальных сетях, интернет-магазинах и других сайтах. И пароли. А вот с этой стороны у меня экстренные номера. Это на случай, если найдут мой ежедневник, тогда они просто взломают все мои соцсети. Но это непродуманный момент. Так не делайте. Ну, это экстренные номера, мало ли что. Это у меня здесь номера мамы, мужа, брата и подруг близких. Дальше идет разворот потребительской корзины. Я его немного структурировала, передела. И вот в целом он выглядит вот так. Я его постепенно дополняю. Ну, в целом мне нравится, как я его оформила. Далее это хозяйственная корзина. Листочки у этого ежедневника очень тонкие. Эту проблему в дальнейшем я решила склеиванием двух страниц. Чтобы не просвечивала, но тогда еще я до этого, можно сказать, не додумалась. Также у меня здесь есть список лекарств, которые также можно продолжать, как и хозяйственную корзину. И не дооформила, но оформляю приложения и программы. Программы, которые должны быть на компьютере, приложения, которые должны быть в моем смартфоне. И у меня здесь есть разворот с целями на 2017 год. Но их я оставлю за завесой тайны. Итак, давайте перейдем к оформлению марта. И накидаем примерно, что у меня будет в месяце. В марте. Итак, 8 марта это международный женский день. И его, наверное, я сделаю каким-нибудь красным или оранжевым. Почему-то красный фломастер не могу найти. Ах, вот он. 7 числа я иду на фильм «Зверопой». Возьму вот такой вот зеленый и отмечу, что у меня в 17.50 «Зверопой». Также 16 числа будет премьера «Красавица и чудовище». Но пока на март это все. В марте вроде я больше не собираюсь в кино ни в какое. Здесь я не указываю время, потому что я его просто не знаю. 10 числа у нас будет опять проверка курсовых работ. Поэтому я возьму коричневый. 11 числа мы поедем по магазинам в другой город. Так что обозначу я это «Шоппинг». 15 числа у меня у подруги день рождения. Ну и не только у подруги. Здесь будет два именинника в этот день. И обозначим их синим, потому что вот здесь я тоже обозначила вечеринку синим цветом. 24 числа у меня у подруги будет свадьба. Она будет, кстати, синяя. Поэтому опять же я синим цветом напишу эту дату. 24 числа еще одна сдача курсовой работы. Поэтому коричневым снова пишу. Отлично. Пока что это все. Я еще не придумала, что у меня здесь будет дальше. В основном все выпадает на 24 числа. Ну и еще можно написать красным цветом, оранжевым цветом «Работа». У меня по выходным будет «Работа», кроме 11. Замечательно. Теперь оформляем, что есть. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Друзья, вот так вот у меня получилось оформить. Я думаю, что мы даже не уступаем февралю. Ну, тут может чуть поярче. Сейчас я еще разукрашиваю это все и покажу вам конечный результат. Друзья, вот так вот у меня. Ну и вот так, собственно, выглядит разворот у меня на март. И давайте заполним неделю предстоящими событиями. Понедельник у меня будет контрольная работа. Друзья, вот так вот у меня. Продолжение следует. Друзья, вот так вот. Продолжение следует. 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 оценить его пальцем вверх. Я желаю вам хорошего настроения, чаще улыбаться. С вами была Кристина за кадром. И всем пока-пока. Не забывайте про лайки. Субтитры сделал DimaTorzok